hello right to life presents быть сострадательным значит присутствовать и вкладывать всю душу в то что ты делаешь или для кого делаешь самые сложные ситуации могут произойти неожиданно как в этой захватывающей истории 40-летняя тия мари варгас мать-одиночка троих детей и туристка из города айдаха фоллес сша продемонстрировала невероятный подвиг черпая силы из собственной силы воли и неся на плечах раненую собаку весом около 25 килограмм ей пришлось проделать огромный путь вниз по горной тропе чтобы воссоединить его с семьей в тот день варгас пошла в поход в сопровождении своего 76-летнего отца тэда каспера который примерно в двух километрах от вершины согласился остаться отдохнуть и дождаться возвращения дочери чтобы потом спуститься вместе после восхождения на столовую скалу на высоте 10 тысяч футов возле национального парка гранд титон возвращаясь назад чтобы встретиться со своим отцом варгас заметила большого английского спрингер спаниеля он хромал пытаясь следовать за семьей отчаянно ища своего хозяина но его явно поблизости не было она увидела что на бирке на его шее написано что его зовут бумер вскоре она поняла что пес находится в очень плохом состоянии и в случае чего он не сможет постоять за себя она поняла что если сейчас она не поможет бумеру он может не выжить если бы это была моя собака или мой сын или кто-то кого я любила я бы хотела чтобы кто-то сделал то же самое для меня сказала она сми я никак не могла просто оставить его там и у меня сердце сжималось в груди глаза бумера были опухшими и налитыми кровью на самом деле все его тело было опухшим у него были порезы и царапины на животе и на голове он был в очень плохом состоянии сказала варгас именно тогда она приняла решение которое изменило все хорошо бумер я помогу тебе она не знала что его спасение станет самым трудным испытанием в ее жизни в конце концов она не вернется домой одна я подняла собаку сразу почувствовал трудности я никогда раньше не чувствовала ничего подобного мне пришлось пролезть под ним чтобы поднять его себе на плечи я отнесла его туда где был мой отец каспер сделал несколько фотографий когда увидел как его дочь идет по дорожке с собакой на плечах варгас вспоминает как ее отец смеялся и говорил тебе не кажется что этот поход и так достаточно труден тебе еще и надо было обязательно взять с собой собаку мой папа часто заставляет меня смеяться его чувство юмора поддерживала меня он великий человек они тогда еще не знали что власти предупредили людей что перевал закрыт из-за снега и мусора поэтому она не нашла никого кто помог бы и спустить бумер собаке нужна была помощь и она была готова сделать все возможное чтобы помочь ему мы дважды заблудились мы не могли найти тропу из-за снега и поваленных деревьев закрывающих тропу затем пошел дождь голова и шея сильно болели ноги тряслись я была на грани нервного срыва с трудом сдерживая себя чтобы не разрыдаться в голове постоянно крутилась мысль я должна вытащить эту собаку я не хочу чтобы она умерла когда я хотела уже сдаться я начала молиться я почувствовала что-то необъяснимое как будто кто-то снял груз с моих плеч молитва и шутки отца придавали мне сил я подумала я в порядке я смогу сделать это бумер явно испытывал сильную боль и был голоден папа дал ему большой кусок своего бутерброда а я дала ему немного печенья после более чем шести часов ходьбы и 11 километров которые им удалось пройти варгас нашла записку оставленную владельцами на доске объявлений в которой говорилось потерялась собака по кличке бумер позвоните по этому номеру они очень волновались думая что потеряли его навсегда за день до того как они вместе отправились в поход бумер заблудился и упал в ста футовую снежную расщелину а затем перекатился еще 200 футов его искали несколько часов до наступления темноты но так и не нашли семья очень любила бумера но вскоре они должны был переехать в аризону и они не могли его взять с собой у них уже был кто-то кто был заинтересован в его усыновлении и они передумали тронутые добрым поступком варгаса после лечения его травм они позволили и остаться с бумером она еще никогда не была так счастлива получив его себе у меня не было собаки 15 лет но бумер теперь как сын и на сто процентов член нашей семьи в тот день у нас обоих был ангел-хранитель ветеринар счел что четырехлетнему бумеру очень повезло у него в основном шишки синяки и царапины от большого падения а также вывих сустава с разрывом связок в лапе скорее всего ему потребуется операция но пока он восстанавливается благоприятно это спасение для многих представляется настоящим чудом поступок женщины по отношению к бедному псу который просто хотел выжить и воссоединиться со своей семьей достоин восхищения ставьте лайки оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал вместе мы сделаем мир чуточку лучше